Вот это третья грань, которую я прохожу уже вторым кругом. Вот заканчиваю. Видите, у меня снова, как и в предыдущих разах, появилась вот эта вот ямочка, вот эта вот впадинка между разделяющей полосой и следующей белой бисеринкой. Но я раньше заполняла их дополнительными парами, то есть брала пару бисеринок, черную и белую дополнительно. Сейчас же я хочу пройти еще два раза по кругу, как в мозаичном плетении, обыкновенное мозаичное плетение, но не буду добавлять новых бисеринок. Это придаст округлую форму моей вот этой бусине, которую я делаю. То есть я плету абсолютно как обыкновенное мозаичное плетение, после черной бисеринки приплетаю черную, после белой приплетаю белые. И у меня все время будет оставаться грань с четырьмя бисеринками. Одна грань, после черной черную, после белой белую. вторая грань, и третья грань. В этом мы прошли третий ряд. Нам нужно пройти еще один ряд, чтобы получилась вот такая вот приятная форма у нашей бусинки, нашей трюфельки. Это третья грань и я начинаю четвертый ряд. Видите, у меня все еще есть вот эта вот впадинка после черной бусинки, после черной бисеринки. Но если вы обратите внимание, то уже увидите, что сама бусина начинает немножечко вот собираться. то есть она уже не расширяется дальше. Первая грань. Немножко не туда пропустили бисеринку. Так, вернемся. Так, снова. Так. Первая грань мы закончили. Вторая грань. Первая 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 грань. вторая грань и начинаем третью грань последний круг с четырьмя белыми бисеринками на грани мы заканчиваем так ну вот я закончила 4 ряда по всем граням проходила 4 раза видите моя бусина уже начинается вот такой вот округлой формы делается конечно она еще кажется пока что очень большой у нас но это не страшно потому что в конце концов она у нас соберется и будет очень аккуратная и красивая далее теперь нам нужно уже начинать сужать нашу бусину если мы для того чтобы она у нас расширялась в начале после того как проходили вот эту разделительную полосу добавляли здесь лишнюю белую бисеринку теперь с противоположной стороны эту сторону мы будем идти обыкновенным мозаичным плетением а с противоположной стороны мы начнем мы начнем убирать по одной белой бисеринки то есть таким образом я плету начало моей грани абсолютно также как плела до сих пор после черной бисеринки набираю черную вот черную набрали и плетем мозаичным плетением после белой белую снова белую так одну видите раз два третья белая и последнюю белую я продеваю вместе с черной то есть беру их как одну бисеринку если с этой стороны я добавляла когда я ставила черную и белую вместе а здесь и я забираю белую и черную вместе плетем дальше после черной бисеринки одну черную белую белую смотрите 1 2 и 3 у нас до сих пор было по 4 бисеринки 1 2 3 4 теперь в этом ряду у нас должно уменьшаться раз два три и у нас остается белая и черная проходим вместе как одну бисеринку снова после черной набираем черную это третья грань нашей бусинки после белой белую снова белую и и третья грань заканчивается 3 белой бисеринкой мы забираем белую и черную вместе теперь у нас на каждой грани по 3 бисеринки белых видите наша бусина начинает собираться я по второму кругу пройду чтобы закрепить этот круг пройду точно так мозаичным плетением после каждой черной набирая черную после каждой белой набирая белую так распутать немножко и это ямочка которая у нас образовалась когда мы набрали две бисеринки вместе мы закрываем одной белой бисеринкой просто хорошенько подтягиваем нашу лесочку и вот это расстояние у нас закрывается его не стало продолжаем плести вторая грань и снова вот эту ямочку мы закрываем одной бисеринкой так подтянули и ямочки у нас не стало и плетем последнюю третью грань закрываем ямочку последней третьей белой бисеринкой подтягиваем вот наша бусина уже собралась вот в такую форму видите она становится более аккуратной интересной и уже более прочной уже не такой она становится мягкой как было в самом начале теперь мне нужно делать сторону с двумя бисеринками я опять-таки начало плетут так же как и предыдущие ряды а убирать будем в конце нашей грани раз бисеринка белая и два бисеринка так упала я вхожу в последнюю белую и сразу в черную то есть я убираю одну белую бисеринку снова плетут также после черной черная после белой белая и вторая белая на грань набираю последнюю белую и черную вместе белую мы убрали сантиметру последняя третья грань черная белая 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 и убрали белую и черную вместе три грани мы закончили Но нам надо еще один ряд проплести таким же образом, чтобы у нас осталось по 2 белых бисеринки на каждой грани. И ямочку закрываем белой бисеринкой. Так, подтягиваем наши ямочки, все закрываются. Вот бусина приобретает вот такую форму красивую. И последний третий грань. Третья грань, где у нас по 2 бисеринки. Закрыли ямочку. У нас остается уже самый последний ряд, когда мы должны оставить на наших гранях по одной белой бисеринке. То есть, видите, наша бусина уже все больше и больше подходит к нашей конечной вот такой вот форме. Форма трюфельки. Итак, мы поступаем точно таким же образом. Начало нашей грани просто набираем одну бисеринку черную и одна бисеринка белая. И закрываем сразу и белую, и черную одним вот движением. Снова черная и белая. Закрываем белую и черную одним движением, одним проходом иглы. И теперь мы пройдем еще один ряд, чтобы наша бусина стянулись края и она приняла свою окончательную форму. То есть, плетем обычным мозаичным плетением. У нас получается черная-белая, черная-белая и черная-белая. И последняя грань черная и белая. Если я хочу продолжить вот мой жгутик, видите, у меня есть вот такой небольшой жгутик для соединения. Чтобы мое изделие, вот все, какое я буду делать, вот оно было вот таким вот мягким, подвижным и не было жестким, мне обязательно надо между бусинками сделать кусочек жгутика. Вот такие вот жгутики небольшие я сделала вот здесь. Извините. И для этого, как я поступаю? Вот я вышла сейчас из черной бисеринки. Видите, моя лесочка выходит из черной бисеринки. И я просто между черными бисеринками наберу по одной белой бисеринке. То есть, набрала белую и буду входить в следующую черную. Снова набрала белую и буду входить в следующую черную. Набрала белую и вхожу в следующую черную, последнюю черную. И в первую белую, какую я набирала, подтяну. У меня получился вот такой вот треугольничек из белых бисеринок. Видите, три бисеринки. Точно так, как я набирала вот с этой стороны. Начало мое было таким. Теперь, чтобы у меня получился жгутик именно в черно-белом варианте. Вот такой. И чтобы я могла сделать вот этот переход от черного к белому, я просто-напросто буду набирать жгут таким образом. Вот я прошла по кругу. У меня три белых бисеринки. Теперь я набираю черную, вхожу в белую. Видите, я вышла из этой белой. Я вхожу в следующую белую. Снова набираю черную бисеринку. Вхожу в следующую белую. И набрала третью черную бисеринку. И вхожу в последнюю белую. И сразу в черную. В первую черную, какую я набирала сейчас. То есть у меня получится вот такой треугольничек уже из трех черных бисеринок. Теперь я буду набирать белые между черными. У меня все время будет получаться белая бисеринка над белой в предыдущем ряду. Черная над черной в предыдущем ряду. Заканчивать я буду, заходя в последнюю бисеринку предыдущего ряда. И выходить в первую бисеринку этого ряда. Видите, я зашла в последнюю черную бисеринку, с которой я начинала. И зашла сразу в первую бисеринку белую. Вот теперь у меня треугольничек из белых бисеринок. И снова я набираю черные между белыми. И у меня черная опять получается над черными. Видите, вот ряд продолжается вот таким образом. Белый продолжается тоже над белым. Черный над черным. Так, ну сделаем еще один ряд. И опять-таки я покажу, как я начну снова эту бусинку следующую. А вы уже будете продолжать. Последняя черная бисеринка. Я вхожу в первую белую и в первую черную. И так мы подтянули. Пожалуйста. Если я хочу следующую бусину, чтобы она у меня также была белой, то я должна начинать работать с черной бисеринки. Если я хочу, чтобы моя следующая бусина была черная, я должна набрать еще белый ряд и начинать работать. Вот я вам хочу показать, каким это образом я буду делать. Я наберу еще один ряд белых бисеринок. То есть бисеринка, из какой я выхожу, будет того цвета, какого цвета у меня будет грань моей бусины. Если у меня до этого грань была черной, а следующая, а грани сами белыми, а следующую бисеринку брать с белыми гранями, а сами грани черные, вот я зашла в черную бисеринку и в первую белую. Получается, что я выхожу из белой бисеринки и грани моей бусины будут белыми, а сама грань, то есть разделение между гранями будет белой, а сама грань будет черной. И мы начинаем плести точно так, как и предыдущую бусину. Набираем набор белая, черная. Заходим в следующую белую. Белая, черная. Заходим в следующую белую. Белая, черная. И заходим в белую этого же ряда. Первую белую этого же ряда. И как мы в предыдущей бусине, каждый ряд с определенным количеством белых бисеринок, то есть бисеринок грань, мы проходили дважды по кругу. Точно так и здесь. У нас грань с одной черной бисеринкой должна быть пройдена два раза. То есть грань остается также белой, не грань, а разделяющая полоса граня, извините, пожалуйста, остается белой. А мы в мозаичном плетении пройдем уже, как и раньше проходили. После белой бисеринки белую, после черной бисеринки черную. подтянуть хорошо. И у нас будет начинаться, слаживаться уже наша бусина, так же, как и в предыдущем ряду, как и в предыдущей бусине. После белой набираем белую, после черной набираем черную. Таким образом. Ну вот. Первый ряд мы закончили нашей бусины. И дальше продолжаем точно в таком же порядке, как и в предыдущей бусине. Хочу сказать еще несколько слов по оформлению этой бусины. Если вы хотите изменить ее форму, вам стоит каждый ряд с определенным количеством бисеринок. Вот, допустим, здесь у меня количество бисеринок. Одна. Я могу пройти не дважды, а трижды. Или следующий ряд. Этот оставить также дважды пройти только по этому ряду. А второй ряд, где уже две бисеринки будет у нас белых, пройти три раза. Третий ряд, где у нас уже три бисеринки будет, также пройти три раза. Середину, где четыре бисеринки будет, будем проходить не четыре, а пять раз. И наша величина бусины будет изменяться. Она будет становиться круглее и удлиняться. Вот как у меня здесь, в этом колье, если вы видите, вот эти бусинки у меня более длинные, вот такие. Это за счет того, что я проходила ряд, где у меня на грани три черных бисеринки, я проходила по три раза. И пять раз проходила именно середину, где у меня четыре бисеринки. Если вы хотите, чтобы у вас получилось более вот такие вот остренькие уголочки появлялись, или вот как в этой вот бусине, я все ряды проходила только по два раза. Только по два раза. Поэтому у меня бусина получается вот такая вот геометрической формы, абсолютно далекая от округлостей. То есть, моделирование вот этой бусины вся в ваших руках. Все зависит от того количества рядов, какое вы захотите сделать в том или ином именно месте, и ваша бусина от этого будет совершенно менять свою форму. Будет удлиняться, будет округляться, либо будут у нее появляться уголочки. Вы пробуйте, экспериментируйте. Саму технику, как это сделать, я вам показала. Наш урок считаю законченным. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы получать новые мастер-классы.